МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вылетел навстречу. В аварии на Тургоякском шоссе погиб человек. По грибы, по ягоды спасатели отыскали заблудившихся грибников. Пьянство убой, мясцы за трезвые дворы. Сила духа. Инвалид-колясочник, путешествующий по стране с флагом Победы, заехал в МИАС. Здравствуйте! В эфире время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горозостаева. Мрачное утро. Начало рабочей перевозки сегодня было омрачено аварией, в которой погиб человек. На Тургоякском шоссе образовалась пробка из-за столкновения Нивы и маршрутного такси. Авария произошла сегодня в 6 часов утра в районе остановки Лепешково. Автомобиль не его снабженной резиной для движения по бездорожью протаранил маршрутное такси. Авария создала пробку, из-за которой несколько машин и троллейбус не могли добраться до своих пунктов назначений. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Нива, в условиях дождя не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1964 года рождения, который двигался в гараж без пассажиров и находился не на маршруте. По данным дорожной полиции, водитель Нивы за 14-летний стаж вождения 35 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в 2005 году лишался прав из-за езды в нетрезвом виде. Во время аварии он был трезв. Пассажир Нивы умер в карете скорой помощи. Водитель находится в реанимации, за его здоровье сейчас борются врачи. В автомобиле ГАЗ было два человека, водитель и его напарник. Оба остались живых, за медицинской помощью не обращались. Лето в этом году выдалось урожайным на грибы и ягоды. Мясо и жители округа ежедневно ходят в лес и ведрами собирают клубнику, маслята, грузди. Некоторые грибники входят в азарт и отправляются слишком далеко, а потом не могут найти дорогу домой. Только за последние дни спасателям пришлось трижды искать грибников. В первом случае потерялся мужчина. Приятели искали его целые сутки. Потом обратились к спасателям. Чуть позже потерявшийся самостоятельно вышел к Михеевскому кордону. Во втором случае заплутала пожилая женщина. Она ушла по грибы утром, а вечером поняла, что не может отыскать дорогу домой. Затем потерялись две подруги, которые перед сном решили прогуляться в лесу и заблудились. Боясь, что на них нападут дикие звери, девушки забрались на опору линии электропередач. Искали их пять часов. В этом году грибов и ягод больше, чем в прошлом, поэтому и работы у спасателей прибавилось. В прошлом году было меньше грибов. Соответственно, люди меньше уходили в лес, меньше терялись. Вот грибники, они народ почему-то безалаберный. Я знаю это место. И вдруг бац, оказывается, что не настолько хорошо. Тем не менее, люди ходили, ходят и будут ходить по грибы, по ягоды. И все уверены, что не потеряются. Ну, как бы особо далеко не ходим за грибами, ходим туда, где знаем места, что вроде как бы опасно заблудиться-то тоже далеко, поэтому в основном возле дома. Ну, не знаю, может кто-то блуждает, я никогда не блуждаю. Да я вырос в лесу. Ну, да. Так что... Спасатели напоминают, если вы все-таки заблудились и у вас нет сотовой связи, попробуйте подняться на возвышенность и сориентироваться на местности. Или идите вниз по течению ручья. Пьянству бой. В Миасе появилась общественная организация «Трезвые дворы». Ее руководитель Артем Яценко рассказал о целях и результатах первых рейдов движения. Молодые люди, привет! Привет. Пиво пьете? Ну? Законы знаем? И? И? То, что в общественных местах пиво нельзя сейчас распивать. И что? Тем более детская площадка рядом. И? Ну, может вы его уберете? Ну, ладно, мы уйдем тогда. С приветственного слова и вопроса о знании закона о запрете употребления спиртных напитков в общественных местах начинается беседа. По словам активистов, они хотят побудить в людях гражданскую честь, чтобы каждый человек соблюдал закон и предотвращал его нарушения. Участники движения «Трезвые дворы» пытаются донести до населения две основные мысли. Это движение, прежде всего, направлено на обеспечение порядка, на противодействие пьянству, разгильдяйству, курению в общественных местах. Все это пошло после принятия закона о запрете распития алкоголя и курения в общественных местах. То есть мы основываемся на законе. Вторая мысль – здоровый образ жизни. Активисты приводят примеры статистических данных о смертях из-за курения и употребления алкоголя. Чаще всего люди идут на контакт, спокойно выслушивают просьбы. Но не всегда все заканчивается так мирно. Иногда участники движения ищут поддержку у правоохранительных органов. Полицию я уже вызывал один раз. То есть полиция активно на это реагирует, а не за. Потому что, прежде всего, гражданскую позицию должен каждый человек проявлять. Следить за тем, чтобы порядок был в городе. А полиция поможет. И поддержка нашего движения на самом высоком уровне. То есть областные депутаты поддерживают наше движение. На данный момент в организации около 20 активистов. Артем Яценко начинал следить за порядком во дворах один. Сейчас каждый желающий может присоединиться. Руководитель организации «Трезвые дворы» обращается ко всем, кто нарушает закон, с просьбой прекратить это делать. Те, кто хочет нарушать закон, пить в общественных местах, подумайте. Потому что, если вы не поймете, когда мы к вам подойдем и попросим, то будет вызвана полиция и вы будете платить штраф. Посмотреть видео с рейдов общественной организации и связаться с руководителем движения может любой желающий. Достаточно вступить в группу ВКонтакте «Трезвые дворы», «Мой мяс». Второй день двери передвижной клиники в центре города открыты для всех желающих. Организаторы не ожидали, что такое большое количество человек в мясе хочет проверить свое здоровье. За первый рабочий день фургона на прием к бесплатным кардиологам записалось более 400 человек. Закончились медицинские препараты. Их дополнительно заказывают в Екатеринбурге. Организаторы говорят, что не ожидали такого наплыва пациентов. Многим хочется проверить свое здоровье на современных медицинских аппаратах. Мне очень понравилось. Мы, тем более, из Карабаша, нам туда предоставили автобус. Мы все приехали. Нас без очереди везде провели. Здесь сопровождающие, везде показывают. Нужно кардиологам в другое здание. Они нас провели, показали, какой кабинет. Все очень внимательные, добрые, отзывчивые. Я очень благодарна. У меня до глубины души. Помимо мясских пациентов, фургон здоровья принимает также жителей близлежащих городов. Организаторами мобильной диагностики были наняты бесплатные автобусы для людей из других городов. Мясцы же узнавали о проекте из различных источников. Я узнал, будучи в городской поликлинике, во второй поликлинике. И там совершенно случайно между врачами разговор произошел. И вот этот разговор я, так сказать, принял во внимание. Конечным пунктом всех пациентов становится кабинет номер 5. В нем принимает мясский кардиолог Екатерина Гатаулина. Врач делает заключение по данным обследований. Самая распространенная проблема – гипертоническая болезнь. В некоторых случаях пациентов направляют на дальнейшее лечение. Но все пациенты без исключения получают полезные рекомендации. Обязательно нужно заниматься физической нагрузкой. То есть дозированная физическая нагрузка должна быть. Это ходьба хотя бы 30-40 минут в день. Либо бег, если кому-то нравится, плавание, велосипед. То есть это должен быть модифицирован образ жизни таким образом, чтобы человек все равно сохранял физическую активность. Даже в пожилом возрасте все равно ходить это можно. Кроме того, врачи-кардиологи говорят, что многие сердечные проблемы возникают из-за отсутствия настроения. Поэтому обследованные получают рецепт на лекарства антидепрессанты. И главной рекомендацией по-прежнему остается хорошее настроение. Берите свое здоровье под контроль. Автостопом через всю Россию. Мало кто из здоровых людей отважится на такое путешествие. А вот инвалид-колясочник Игорь Скикевич решился. Свою акцию он посвятил 70-летию Победы. За плечами 30 городов. Впереди еще больше. Сегодня путешественник заехал в МИАС. Игорю Скикевичу 50 лет. Передвигается он, вращая руками колеса своей инвалидной коляски. Девизом путешественника стали слова из песни Валерия Кипелова. «Если ты можешь, встань и иди, ведь жизнь не подарят другую». С флагом Победы мужчина проедет 20 тысяч километров. И в разных городах возложит цветы к памятникам воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Путешествие началось в Таганроге. Сегодня Игор Скикевич посетил МИАС. И побывал у Вечного Огня. А еще он не мог не заехать на озеро Тургаяк. Он набрал из него воды и отправился в лагерь имени Зои Космодемьянской, чтобы рассказать ребятам о своем путешествии. Детям этот неутомимый человек понравился. Я отношусь к этому человеку очень позитивно. Даже то, что он инвалид, это так, не передать словами, то, что он поехал по городам путешествовать. Ну, в общем, нам всем понравилось. Путешественник говорит, что каждый город индивидуален. Одинаковых не бывает. Но встречают его везде хорошо. К провинциальным городкам у Игоря Скикевича особая симпатия. Что я заметил, вообще, провинциальные города, они более, как сказать, приятливые, потому что сама структура позволяет, то есть, если в больших городах жизнь очень кипит, она бурная, сама инфраструктура такая, очень бешеная получается, то в провинциальных городах, у них это как событие уже идет, они прямо на ура буквально. Конечной точкой его маршрута должны стать Курильские острова. Их он достигнет не раньше середины октября. Всего же в дороге необычный путешественник намерен провести около 150 дней. Игорь Скикевич не расстается с камерой. После того, как цель будет достигнута, он смонтирует фильм. За долгое путешествие автостопом в инвалидной коляске его занесут в Книгу рекордов Гиннеса. Ирина Горностаева, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Это все новости на сегодня. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте. О событиях в городе и округе мы рассказываем вам ежедневно в 7.00, 19.00 и в 22 часа. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова